21 июня 19.00. Уже не один год это время, когда кажется, что даже природа замирает, отдавая честь бессмертным пограничникам 1941-го. Боевой расчет, символичная акция традиционно объединяет у скульптурной композиции героям границы, всех тех, кому небезразлична история и память о войне. Изначально, три года назад, в 2016 году, эта акция планировалась как разовое мероприятие, но она нашла живой отклик. И, в общем-то, вот уже третий раз, и вы видите, что приезжают ветераны из России, сегодня присутствовала делегация из Казахстана. Герои обороны первых часов войны. Сегодня с портретов они смотрят на своих потомков. Для будущих поколений стражи рубежей они являются примером самоотверженного служения своей стране, народу и выбранному делу. И сегодня именно мы, так скажем, помогли им еще раз побыть на этом боевом расчете. Побывали мы также с ними, на моем расчете. Для нас это очень важно. Для нас это гордость, также сохранение памяти и традиций. В одном строю с курсантами и родственниками тех, кто был участником страшных боев трагического июня 41-го. И даже сегодня, спустя более 70 лет, на глазах этих людей слезы. Галина Швленина приехала в Брест на мероприятие из Санкт-Петербурга. Ее отец был непосредственным участником событий на одной из застав. Вот мой родной отец, который проходил службу здесь в пограничных войсках с 1938 года по 1941 год. Здесь же застала его война вместе с его ребятами. Я благодарна Белорусской земле, что она проводит такие акции, приглашает нас. Хотя мы теперь все разделены границами, но не хочется, чтобы мы были разделены. Хочется, чтобы мы все объединились. Еще у меня, вот я привезла с собой фотографии, которые отец хранил им уже 80 лет. 80 лет. Представляете, они уже настолько хрупкие, что я вот даже не наклеила, а вот просто скотчем приклеила, везла всю дорогу. Торжественным маршем с портретами участников боевых действий прошли будущие стражи рубежей. Именно пограничников, вступивших в неравный бой с врагом, останутся навеки в летописи героического прошлого пограничного комитета. Продолжение следует...